В эфире информационно-правая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В Гомельской таможне 25 сотрудники ведомства отметили юбилей и подвели итоги служебной деятельности. Проблема распространения спайсов не теряет актуальности. В Гомеле прошел круглый столб для журналистов на тему подростковой преступности. Скорость – главный фактор риска. Подробности ДТП под Шарпиловкой. И стал объектом агрессии. В Гомеле правоохранителей задержали убийц бомжа. В таможне службе Беларуси исполнилось 25 лет. Свой профессиональный праздник сотрудники ведомства отметили 20 сентября. На торжества в Гомеле побывала наша съемочная группа. Ряды Гомельской таможни в этом году пополнили 44 сотрудника. В праздничный день в знаковом месте на Аллее Героев молодые люди принесли присягу на верность Республике Беларусь. За 23 года работы Гомельской таможни в бюджет страны перечислена сумма, эквивалентная 7 миллиардам долларов США. За период с 1993 года выявлено более 40 тысяч административных правонарушений. Возбуждено свыше 300 уголовных дел. Чарашним студентам, чтобы стать профессионалами, еще придется учиться. Но уже сейчас молодое пополнение понимает, что от их работы во многом будет зависеть экономическая безопасность Беларуси. Тех, кто за годы плодотворной работы показал высокий профессионализм, чествовали в городском центре культуры. Заслуги многих из этих людей отмечены не только на областном, но и на республиканском уровне. Работа в таможне подразумевает в первую очередь большую ответственность, большой объем знаний, которые необходимо освоить. Причем эти знания, которые необходимо не только освоить, но еще и совершенствовать в процессе всей своей служебной деятельности. Неважно, сколько ты работаешь в таможне, 5 лет, 10 лет, либо 20 лет. В профессиональный праздник гомельские таможенники получают награды. Эффективность работы всей структуры и их заслуга. С начала этого года в республиканский бюджет перечислено более 750 миллионов динаминированных рублей. Гомельская таможня, на мой взгляд, достаточно успешно борется с правонарушениями в таможенной сфере. У нас уже 41 уголовное дело возбуждено за преступления, совершенные в сфере таможенного дела. Более 2000 административных правонарушений выявлено. И в связи с нарушениями изъято товаров и транспортных средств на сумму более 2 миллионов белорусских рублей. Результаты работы гомельской таможни свидетельствуют, эта структура остается действенным механизмом государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджета и укрепления экономической безопасности страны. Круглый стол для журналистов на тему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних прошел в Управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. Участники беседы уделили внимание мерам предупреждения преступлений среди несовершеннолетних и роли семьи в воспитании детей. Коснулись также и вопросов выяснения обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей. Круглый стол в Управлении внутренних дел по вопросам подростковой преступности в этом году имеет особое значение. Гомельская область – один из лидеров по количеству правонарушений в молодежной среде. За 8 месяцев 2016 года зафиксировано более 250 преступлений. Больше всего подростки совершают кражи, потом идут правонарушения, связанные с оборотом наркотиков и хулиганства. Количество последних, кстати, в этом году удалось сократить почти вдвое. Однако правоохранителей больше, чем раньше, волнует проблема участия молодежи в распространении наркотиков. За этот вид преступления в этом году в регионе возбуждено 26 уголовных дел. Это больше, чем в остальных областях страны. Проблемы две – желание молодежи быстро обогатиться и безразличие родителей к проблемам и увлечениям своих детей. Да, школа, да, прокуратура, да, милиция, да, культура, медицина. Но мы это все второй, третий, четвертый, пятый, шестой номер, как говорится. Первый номер – это семья. И поэтому вот с Порошиным Сергеем Ивановичем было еще несколько лет тому назад принято решение. В первую очередь необходимо реагировать и пытаться чего-то достучаться через семью. Для родителей главное – понять, что обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью детей, сегодня гораздо больше, чем раньше. Часто подростки вовлекаются в криминал через интернет. Воруют имущество со счетов владельцев, становятся мелкими распространителями спайсов или сами создают нелегальные интернет-магазины по реализации наркотиков. До конца, конечно, они все равно не понимают опасность этого, но легкий заработок они прекрасно понимают. Одна закладка – от двух до трех долларов. Вот посчитать, сколько они сбегали за день, сделали закладок, соответственно, сколько получили денег. Но сегодня проблемы детей не ограничиваются только вовлечением в уголовную среду. Многие сами становятся жертвами преступлений, в том числе направленных против личности. За 8 месяцев 1058 детей являются пострадавшими от преступлений. Конечно, да, большую часть составляет это преступления, такие как алименты, они являются потерпевшими. Но, посмотрите, если статистику, то по Гомельской области за 8 месяцев уже 52 пострадавшие девочки. В сравнении с прошлым годом их было 30. Но вот я специально еще посмотрела, как обстоят дела в других областях. То Брестская область 25, Витебская 15, Гродненская 32, Минск 13, Минская 46, область Могилевская 40. То есть мы опять же в лидерах. Пример жесткой меры профилактики изменения в уголовном кодексе, которые произошли в этом году. Во-первых, за распространение спайсов ответственность предусмотрена с 14 лет. Во-вторых, увеличены сроки наказания. В-третьих, введена ответственность за пребывание в наркотическом опьянении в общественных местах. Увеличены также и меры наказания за реализацию некурительных табачных смесей. От штрафов и ареста до конфискации имущества. Несколько серьезных ДТП на прошлой неделе произошли на территории Гомельской области. В Гомельском районе на автодороге Сосновка-Абакумы при столкновении с деревом погибли сразу два человека. Автомобильная авария произошла недалеко от деревни Шарпиловка. По предварительной версии, из-за неправильно выбранной скорости движения водитель не справился с управлением, вылетел на обочину, где Ауди столкнулась с деревом. От полученных травм 29-летний водитель и 31-летний пассажир скончались на месте. У погибших взяты биологические объекты на предмет обнаружения алкоголя в крови. Также назначена автотехническая экспертиза. По приезду на место происшествия было установлено, что каких-либо факторов, способствующих возникнению дорожно-транспортного происшествия, не было. Погода была ясная, дорога сухая, ровная, асфальтированная. Первичным осмотром транспорта установлена неисправность рабочей тормозной системы в части технического состояния. Явилась ли эта неисправность одной из причин аварии, установит следствие после изучения всех материалов. По факту ДТП со смертельным исходом управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 311 ДТП, в которых погибло 50 человек. Травмировано 328. Комплекс профилактических мероприятий под названием «Пешеход» проводится на территории Гомельской области. До 25 сентября сотрудники ДПС будут уделять пристальное внимание соблюдению правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов и в местах скопления людей. Мероприятие направлено на предупреждение случаев наезда на пешеходов. В борьбе с нарушителями инспекторы ДПС будут использовать приборы фото и видеофиксации, нести службу на наиболее аварийных и опасных участках дорог и улиц, следить там за порядком и при необходимости наказывать нарушителей рублем. Также госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 17.1 правил дорожного движения, в темное время суток пешеход должен быть обозначен световозвращающим элементом. С начала года на территории Гомельской области произошло 115 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 20 человек в них погибло, 110 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов совершено 16 ДТП, и все они имели неприятные последствия. Обнаруженные на месте происшествия следы помогли задержать преступников и стали неоспоримым доказательством их причастности к убийству. Управлением Следственного комитета по Гомельской области расследуется уголовное дело по факту убийства гомельчанина в железнорожном районе Гомеля. Вечером 6 сентября рядом с приемно-заготовительным пунктом на улице Телегина был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело с многочисленными кровоподтеками лежало на земле у стены здания. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре трупа на грудной клетке был обнаружен след обуви в виде кровоподтека контурного. На стене были обнаружены следы пальцев рук, которые совпали с женщиной, которая впоследствии дала признательные показания о совершенном преступлении. В ходе производства обыска у данной женщины была обнаружена обувь, следы которой были обнаружены на трупе. По отпечаткам пальцев также была установлена личность погибшего. Им оказался 49-летний гомельчанин без определенного места жительства. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него обнаружены множественные переломы ребер, разрыв одного и повреждение второго легкого, перелом хрящевой гортани. В ходе проведения следственных действий был задержан сожитель 32-летней женщины, который по материалам уголовного дела также является непосредственным соучастником убийства. Первоначально собранные материалы послужили основанием для задержания фигурантов, которыми оказалось двое местных жителей, проживающих в районе обнаружения трупа. Они уже как один, так и второй имели ранее проблемы с законом. В настоящее время они арештованы, им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц. Санкции, инкриминируемые обвиняемым в статье, предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь. Управление Следственного комитета по Гомельской области дополнительно устанавливает очевидцев дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в третьем квартале 2016 года. 27 июля в Рогачевском районе в деревне Сереблянка примерно в 1 час 45 минут в районе дома номер 40 на улице Центральной водитель автомобиля Кенворц с полуприцепом совершил наезд на местную жительницу 1939 года рождения. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения. В Гомеле 19 августа примерно в 21 час 30 минут на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки общественного транспорта улица Быховская водитель автомобиля Митсубиси Спейсвейгон совершил наезд на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, потерпевшая госпитализирована. Одним из источников доказательств являются показания свидетелей. Следствие обращается к гражданам, которые, возможно, явились очевидцами дорожно-транспортных происшествий, произошедших 27 июля в деревне Серебрянка Рогачевского района и 19 августа в городе Гомеле позвонить по телефонам, номера которых указаны на экранах ваших телевизоров. И это была последняя информация выпуска. Следите за событиями в мире криминала вместе с программой «Де-факто». С вами был Руслан Габрилев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok